Ла-двадцатая, так и будем мы жить. Здесь фольк того стоила, потерянного рога, ну... Блин, она вообще раненая на самом деле. Мне, в принципе, пофиг, она могла и умереть. Мне некогда сейчас отдыхать, дни терять. Порой просыпаешься и чувствуешь, что усталости лишь прибавилось. Так и в этот раз рядом сидит Аллео. Аллео, наблюдаешь, как я сплю? Нет же. Да, Аллеев отправила меня за тобой, не знал, будить ли тебя. Или лучше дождаться. Что происходит? Ничего хорошего, Рога на свободе. Страивает у ворот какую-то бучу. Аллеев пытается воззвать к здравому смыслу. Как Рога освободился? Пока мы сражались с Сундром и защищали город, его воины прорвались в темницу и убили кого-то из стражей, Петра. Петра? А, кого-то из стражей Петра. Фу, я уж подумал, самого Петра у Вилли. Ты шутишь? Если бы. Я сам не рад, но мы должны взять с собой как можно больше людей и можем сильно пожалеть, если оставим их. Разве здесь небезопаснее? Вряд ли нам без них безопаснее. Так. Че мне надо, Маркет? Провизия у меня на 8 дней, а здесь ее и купить уже нельзя. Котик! Берет воина, атаки никогда не отражаются. 50 к вероятности крита, плюс 2 агрессия, плюс 2 все таланты. Может двигаться сквозь ряды союзников. Это ж прям для Олеты, лол. Ну, только 14 уровень тогда ей придется взять. Атаки никогда не отражаются. Плюс 2 агрессия такое себе, но зато криты какие, боже. Так, атаки никогда не отражаются. Переодолевает 2 клетки за потраченную очку силы воли. 30 уклонений от атак по броне, 30 уклонений от атак по силе. Сдва силы, минус 2 брони, плюс 30 вероятность крита. Ну, тут еще все таланты дает. Окей, я куплю эту штуку. Да, мы ее олете. Что, ее прокачать на 2 уровня надо будет, да? Ну, это мы можем. Криты у меня максимум. У меня вероятность крита и так, по-моему, максимальная. Не знаю, зачем. Зачем она мне на самом деле? Ааа, щекриты здесь. Мм, хз. Ладно, еще уровень, алейте. Давай берет на 14 уровень, лол. Еще кому 10 на все таланты дать. Плюс урона атакам по силе. Раз, если всего лишь 3, плюс 2 болезнь за убийство, плюс они всего. Вот тебе. Эрик, плюс все таланты. Ой, Убин присоединился к нам. Ага. Интересно. Что у него за способность? Ураган и обнаруживает слабость. Вместе мы с сила. Рядом с Убином стоят несколько героев. Каждый из них получит плюс 1 урона силы. Убин за каждого рядом стоящего героя. Блин, Убин 10 левел. Это прикольно. Мне нравится, я возьму. Я, пожалуй, да. Наверное, надо все-таки Петру дать все таланты вот эти за десяточку. Блин, у меня здесь артов нормальных нет почти, лол. Может еще купить что-нибудь? Просто 2 воли плюс 2 силы тебе дам. Чуть ли шепот меньше агрессии плюс передвижения. Вот так вот сделаем. Дающего надежду ему прокачаем Петру. Потому что он классный. Так, ну к воротам. To the gates! Вы щуритесь от солнечного света, пробивающегося через прохладную тень вашего шатра. Запах напоминает о фермерских домах, возле которых вы раньше жили в Скогре. Поле переполнено конорожденными, их намного больше, чем прежде. Обин стоит среди них, словно пастух с тревожного стадом. Беседует с Гунульфом, наверстывая упущенное. Обин замечает вас и машет, приглашая присоединиться. Эти конорожденные разом лишились множества предводителей, сообщает он вам о новоприбывших. Может, они и помогли одолеть разруху, но мы не встретили особого сочувствия. Верберанги, не хочу обременять вас лишними ртами, но, может, возьмете их под крыло? Они точно этого хотят? Не узнаем, пока не спросим. Полагаю, в наше время, чем больше друзей, тем лучше. Подойти к конорожденному или попросить одного из наших. Подойти и предложить защиту. Обращайтесь к табуну. Аубин переводит вашу речь своим хоризматичным низким голосом. На их лицах сомнения, но некоторые что-то уточняют. В итоге многие уходят прочь, но некоторые отчасти согласны с вами. Ну ладно. Может быть, надо было, чтобы кто-то из наших поговорил. Ну ладно, пофиг. Что такого могло случиться, чтобы понадобился целый клан? Те, что превращаются в разъяренную толпу. Мой самый нелюбимый вид толпы. Не, ну всем караванам, конечно, ходить по городу, это забавно. В тысячу человек. Сквозь разломанные стены вы видите неторопливо слоняющихся драгов. Изможденные рабочие по мере сил латают трещины. Десятник замечает вас во главе каравана. Есть бойцы с крепкими руками. Мне бы нам весьма пригодились. Заодно и накормим. Выделить символическое количество бойцов, что помогли лотать стены и охранять крепость. Выделить побольше бойцов, чтобы все быстро доделать. Как минимум несколько дюжин. Хорошо, побольше выделим. Десятник оглядывает ваш караван, бросая грозный взгляд на любого, кто достаточно здоров, чтобы таскать бревна. Далеко не все проявляют энтузиазм. Нападение Сундрих вымотало, но дело предстоит благо. Собери всех по ней. Дыга. Здесь собралось очень много выживших. Они начинают общаться. Одна девочка, преодолев стеснение, подходит и бросается к вашим ногам с просьбой о еде. Остальные следуют ее примеру. В сравнении с этими людьми у вас есть значительный запас пищи. Главный вопрос, сколько вы готовы сберечь для тех, кто не состоит в вашем клане, кто присоединится в будущем. Разделить личные запасы, отдать часть вашим людям. Отдайте большую часть пищи выжившим. Гонорируйте попрошай, пообещайте сделать все возможное, когда будет свободное время. У меня действительно много еды, поэтому отдам большую часть. Всех спасти и собираешься, спрашивает один из клана, неохотно разгружая повозку. Должно быть это лучшее твое качество, продолжает он. И худшее тоже. Замечаете, как его долговязый сын пытается выгрузить сверток, но уже поздно идти на попятна. Убийца драгов выкрикивает при вашем приближении. Какая-то женщина, и вы понимаете, что это отнюдь не рассерженный выкрик, как показалось сперва. Вас обступают благодарные выжившие. Они задают вопросы, на которые вы не можете ответить. Что если драги нападут снова, а что насчет тьмы и что нам теперь делать? Не теряйте надежду, я точно знаю, что валки вот-вот все исправят. Многие из этих выживших лишились своего знамени, но кричат о верности вам и идут за вами к воротам. Произнеся такую воодушевляющую речь, вы не решаетесь их прогнать. По крайней мере на крепостных стенах дело продвигается. Хорошо, когда не нужно отвечать за все на свете. После встречи с тем Сундрам. Они наконец взялись за дело, когда поняли, что вы не уйдете. Кострим по ДБД, когда-когда? Завтра, конечно же. Упять это чувство. Обратится к отцу за советом. Но нет рядом. Несмотря на все происходящее, больше всего меня волнует, судьба человечества. Коробка, привет. Еще раз. В ворот прибывает народ. Простых зевах легко отличить от приспешников Руги с их потемневшими суровыми лицами. Но в толпе мелькает много разных флагов. Есть и вару, и явно неловко. Вы делаете шаг вперед, и недовольный ропот стихает до шепота. Похоже, у нас шорох крыс, прячущихся в норы. У Руги, как всегда, на лице недовольная улыбка человека, который давно презрел скромность ради непомерных амбиций. Я не коробка, я коровка. О, так переделай букву Б на большую. Ага, вот и наш спаситель. Может, услышим, наконец, здравую мысль? Буду рад услышать приятный голос вместо тявканья этой шапки. Кусайся, не так приятно. Вот поэтому на злую собаку и надевают намордник. Что все это значит? Обычное разногласие. Как всегда, я лишь хочу защитить народ, но для их слышать лишь то, что ей нужно. Ты лишишь их виновных. Сначала драги, а потом ты убедишь их, что и мы враги. Что значит сначала драги? Она наплюет на все наши жертвы, лишь бы открыть им ворота. Здесь ведь еще и варлы, иконорожденные. С этими воротами тоже полно женщин и детей, мы знаем это. Мы даже приютили дитя драгов, его мать убили, оно было среди нас все это время. Руга широко раскрывает глаза, а в толпе слышен неодобрительный ропот. Как бы там ни было, скажи, почему я потерял славных воров в бою с ними? Столетия. Когда вожди приказывают биться, мы бьемся, драги ничем не отличаются. Громоглаза больше нет, безглаза и разрухи нет. Разве выжившие бегают за нами в поисках возмездия? Нет, они просят пощады. Я лишь предлагаю не обрекать их на страдания во тьме, должен быть другой путь. Перед смертью наш король сказал, что все должны выжить. Кто такой Руга, чтобы спорить? Он не король. Вот лейв права. Короля здесь нет, но ведь был уговор, если не ошибаюсь. Рад видеть тебя со знаменем. Руга снова громко обращается к народу. Убийца Сундер, великая героиня Скогра, приняла мудрое решение встать со мной под одним знаменем. Она хотела, чтобы все выузрели это великое воссоединение. Изумленные возгласы доносятся из толпы. Кто-то смеется, а кто-то недоверчиво ворчит. Давайте закончим этот бессмысленный спор о драгах. Кланы должны сосуществовать мирно. Спокойно создающей улыбкой поворачиваться к вам. Мирно и под моим началом. Не надо будет его делать. Не бывайте этому, рычи Тодлиев, отнимая знамя у мужчин, которые начали его складывать. Это было знаменем моего мужа, он погиб правителем Скогра. Получишь ты его только через мой труп, Руга. С обеих сторон начинается самотоха. Противники кричат на вас и друг на друга. Старичный клан требует, чтобы вы привели их к Руге, а его лихие сторонники, чтобы Одлифа дала знамя, грозясь избить ее, а то и похуже. Минус 100 людей, настроение ухудшилось. Вы оборачиваетесь. Один из дрюков Руги схватил Одлиф за руку и отнимает знамя. Вы ловите ее взгляд, полный ужаса и тоски. Блин, тогда все выглядело действительно настолько важно, чтобы объединить их. Но мы уже защитились от драгов и мне как-то на него уже плевать. Блин, это сложный выбор. Бейся. Да я вот тоже что-то уже не хочу отдавать наш баннер. Это же все-таки баннер сага. Бойцов у нас много. Взяться за оружие. Многие из толпы вас опередили, неясно, кто напал первым. Наши знаменосцы или приспешники Руги, но вы успеваете оттолкнуть противников от Одлифа, прежде чем ввязаться в схватку. Так, у нас в принципе есть Хакон вместо Убина, я не знаю, может... Хакон, а кстати, что за айтем? А, ну у него топовый айтем. Так может вместо Убина все-таки... Да, Хакон мощнее. Хотя... Что-то у Убина брони дофига, но он недвижимый. И он Х5 недвижимый. Так, ладно, пофиг за Хакона будем. Стоп, у тебя был артефакт. Так, ну погнали. Так, погнали, что игра опять вылетела. Ну, камон. Блин, я должен сегодня допройти. Я очень хочу сегодня допройти. Смогу сменить имя только через месяц. А тебе не это нужно. Там есть специальное изменение в имени букв. Типа, как они написаны, капсом или нет? Прописными или строчными. Прописными. Время. Ну давай, давай, спринтую же туда. Гофе, привет. Так, все, не будем мы ему ничего давать. Так, никаких... Что все это значит? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нет, дам я тебе наше знамя. У тебя в ДБД все персы апнутые, да? Взяться за оружие. Так, возвращаем Хакона. Тюбин, конечно, реально тоже хорош. А стрим когда? Так вот, стрим идет. М-м-м, 13-13, что-то... Голки какие-то... Ну, мы не добегаем до них, я думал, добежим. Блин, экстрим. сейчас она должна в него критануть на шестерочку так дальше подбегаем сюда можно было призывать в принципе еще на чувака звук смерти был как звук смерти гладбол 0 а ну да броню и знал конечник топчик устойчивость у могур как раз делайте у тебя не нужны повышения отлично топовый теперь еще через противника входит призываем по откреплению где хоть нашу принцессу ну или чтобы пробивать умрали ох вот это опасно стреляет воздух оглушая врагов которые наступают на клетки ловушки но если мы до туда дойдем так и думаю ну ладно чё уж там 16 крит нифига себе 22 лет то что ты творишь вообще боже и еще почти килл у у в вашем году дошел до середины игры потом еще интерес к игре пропал особенно с боем считаю что они там в принципе не нужны банер сайка как обстоят дела ты знаешь на сложном на который можно всегда поменять становится реально сложнее а так на среднем в принципе легко играется уже со второй банер сани я тупой а во сколько время dbd это вот сегодня было пять часов назад в битве наступает затишье но ненадолго судя по всему это только начало именно этого вас и беспокоит в этом нет нужды кричите вы никто не слышит вас забряться ним клинков ветер усиливается терзая плещащиеся у вас над головами знамена мощные порывы сбивают воинов с ног и вы тоже теряете равновесие приближается смерч его воронка нависает над воротами он принес с собой зефор даже не растрепав ее платиновые локоны она приземляется посреди поля боя с пугающим изяществом словно неспешно упавший свет велисток остановите это безумие взывает она что это опустить оружие даже руга слегка теряет уверенность в присутствии валки предатели грозились открыть ворота и впустить драгов мы лишь хотели им помешать ложь единственная реальная угроза здесь это ты руга наступающая тьма таит в себе искаженных они свирепы и изуродованы вот где истинная угроза я бы пришла раньше но все думала как защитить аберранг и похоже нашла решение если все будут вести себя прилично хотя бы минуту где ткачи короля они все мне нужны они поступили как хотели ведь мейнольф умер он мертв так как последняя выжившая валка я беру командование на себя надеюсь вы на время забудете о разногласиях пока я соберу ткачей что означали твои слова об искаженных драгах тьма несет с собой не смерть а безумие когда тьма накроет арберанг искаженные слетятся к нам как мотыльки на огонь зефа раздраженно потирает висок от вас не требуется заводить дружбу с драгами но пустите их в эти стены стоит искаженным прийти их уже не остановить учитывая то что нас ждет ближайшем будущем мы просто не можем себе позволить подарить им новое оружие против нас зефр уходит парой фетра поднимает ее воздух и несет крепость передвигаясь длинными скачками словно олень а стремительно преодолевает расстояние до цели руга похоже растерянно лишь на мгновение должно быть упива упиваешься своей правотой я тебе завидую но не все так рассудительны не всех так просто убедить как меня докажи им снова повышает голос перекрикиваю толпы выходи за ворота отважное лето успокой нас волка считает им можно доверять ступай к драгам убийца брось оружие покажи нам всем как они безобидны открыть ворота руга удивленно вздрагивает услышав ваше распоряжение на торопится скрыть свою реакцию вы разоблачили его теперь подкрепление по слову делом перед вами медленно открываются массивные двери он для их быстро что-то шепчет прежде чем вы выходите за ворота новорожденный драк я пойду с тобой возьму ребенка может они увидят в этом символ перемирия будет здорово если ты присоединишься ко мне вот лейф вот лейф кивает вскоре дитя драгов находит она берет в руки сверток и встает рядом с вами все ждут что вы будете делать дальше волна коровка удачки вы делаете глубокий вдох незнакомец толкает вам в руки знамя скогра его вас очень его вес очень ощутим драги стоит плечом к плечу за воротами стрекот стрекот стихает при вашем приближении множество желтых глаз обращены на вас будто поле подсолнухов вы силой заставляете ноги идти драги расступаются вокруг вас становится трудно дышать даже когда они просто смотрят находясь в окружении вы поворачиваетесь и бросаете взгляд на членов клана которые ошеломленно смотрят из-за стен укрытия да даже если она легко может одна в толпу драгов войти я так и делаю всегда в каждой катке она прибегает включает наблюдение начинает их расстреливать драг поблизости с любопытством смотрит на ребенка драга в руках одлейф воздух неподвижен будто стало страшно дышать вы поднимаете знамя драг следует за вами пока вы и одлейф возвращается возвращаетесь в орберанг они проходят через ворота они проходят во внутренний двор затем раздался крик его лицо хорошо различимо но знать его невозможно просто какой-то парень его слов до конца не разобрать но похоже он кричит вы убьете всех нас бросает в вас копье остальные достают оружие они поднимают луки все реагируют немедленно извини произносит одлейф тихо прежде чем вы успеваете среагировать она закрывает вас с собой от копья в ее глазах стоят слезы когда она закрывает их боюкивая новорожденного драга истекая кровью на земле нет одлейф говорите вы только не так дыши глубоко из дыши глубоко используя все знания ткача получены от эвенда вы отстраняетесь сосредотачиваетесь на ране одлейф вы не знаете сколько это будет длиться к внезапно кровотечение останавливается он лейф выдыхает и снова открывает глаза не зря учились на из стрек от все таки ну так там не хватило буквы йо закончил скетч редро вы хочу умереть кстати ну спасибо ради меняши вас силой заставляют подняться держа за плащ это петр его стража разбитая обращена в бегство головорез брыкается как дикий зверь неподалеку варва разбивает свой щит а чью-то голову далеке слышен крик он нарожден в воздухе повис запах дыма удары лезвий сыплются на вас со всех сторон и вы окровавлены исчезаете за углом аллеи здесь зефор кричите вы проверяет следует ли он ли за вами она не просто поражена насилие постепенно проникается дальше в город мятежники выламывают двери тела погибших лежат на улицах некоторые из них еще дети нет такого лекарства которое может здесь помочь печально произносит пилот арберанг пал предложение мира арберанг разрушен сила вашего знамени будет определять как долго вы сможете сопротивляться пока и веры валка спешат к месту назначения вы можете делать выбор до этого момента оставшиеся живых люди воины варва и торговца обеспечить несколько дней выживания чем больше их осталось тем больше дней когда эти дни подойдут концу произойдет катастрофа у меня всего шесть дней провизии потому что я недавно поделился или провизия уже неважно выстоявшие стены 120 часов провизия очень мало еще три дня варвы 150 варвы много дней добавил до обычные бойцы еще дня полтора выставившие стены прям хорошо добавили ух 15 дней у меня есть ну и соплеменники 120 часов от обычных бойцов слюка на рожденных еще побольше было спасение арберанга есть 18 дней уэл зефру крепости беседует с ткачами которых она созвала она оборачивается к вам ее взгляд суров капитан петр что случилось я велел остановить бойню тогда вы покинули нас мы попытались объяснить но тут все пытаются убить друг друга с тех пор как мы прибыли купцы что не видят за деревьями леса слушай внимательно я соорудила световой щит который сдерживает тьму но его действие ограничено объединив усилия ткачи смогут сомкнуть кольцо вокруг арберанга нужно распределить их по периметру но пока по улицам носятся безумцы убивая всех без разбору я этого не допущу как долго продержится заклинание света если этот план вообще сработает не знаю может будем отдыхать по очереди все зависит от наших припасов и от того не убьют ли искаженные наших ткачей мне сказали что тебе удалось справиться с сундром впечатляет но сейчас нас ждет куда больше другие валки юнона и эйвент они могут положить этому конец мы встречались наши пути ведут во тьму если они направляются туда куда я думаю если они доберутся надежда есть ну что ж 18 дней вы ведете ткачей зефор к воротам где идет самый ожесточенный бой нужно обезопасить эту территорию чтобы ткачи сомкнули кольцо вокруг арберанга вы бросаетесь в бой люди сражаются с драгами люди сражаются с людьми битва бушует вокруг словно лесной пожар пока не поглощает вас несмотря на все ваши попытки не вступать в бой кричащий голый по пояс безумец атакует вас но сразу падает в грязь сраженной дубиной с тяжелым камнем стоящего неподалеку великана камнистраж смотрит на вас и за вашу спину вас словно стервятники окружают окровавленные воины они пронзительно кричат предатели губители воронов камнистраж кивает будто знак понимания похоже он вас тоже узнал ухты бастион 13 уровня это чё из овервотча прямиком можно ему титул дожидать 22 брони 15 силы к еф просто к еф вероятность восстановить броню тебе берем раз у тебя ее так много блин звезды может тоже восстановить так дальше уклониться от атаки по броне за стоп у него пробивание хорошее давай уловку лучше возьмем и здесь дровяка конечно же чё по артефактам агрессия плюс 2 атаки никогда не отражаются шанс вероятности крита все таланты плюс 2 так может ему его дать он 13 пока волк ты пропустил момент когда драги стали гудгаями ну они в типа всегда такими были они тоже убегали от тимой этой учуя займ бастиона вместо могра волк чё него забилки вспышка ударяет озиме отбрасывая всех на на все серьезные урон брони ураганный огонь брони от пепла ударная волна брони не драгов и осколки ну вот это такое там было написано только драгов не знаю чему можно дать брошенный урон если нет рядом союзников волк нет воля давший обет не сгибаемые сопротивление воли посланник смерти урон при последовательных ударов по врагу последний герой плюс броня блин я хотел это давать как раз таки могру последнего героя 18 черт я прям не знаю даже теперь но он выглядит прикольно дыма какой-нибудь артефакт дать хотя бы дракский но 22 брони даже офигеть могра силы даже да даже сил у него меньше некий бастион ты будешь вот так вот и даем тебе не знаю насчет последнего героя еще брони ну давай окей тогда надо было ему другую белку брать кончете а тут недвижимый пётр тоже топово прокачан а лето ничего не надо менять канаре шепота фигня я прям не помню про бастиона когда я его когда я с ним встречался так сказать ой чё это за магия ткачи не проигрывают ткачи не проиграют нифига мне магов восстанавливают броню союзников вал сюда надо было одних танков брать бам-бам-бам-бам-бам-бам дамы со стороны есть точность не очень приятно вам критическим удар на шестерочку бам плюс подкрепление сюда добежал до и снимает двоечку пышки снял шестнадцатый месяц спасибо ничего чего-то убивать пока не знаю какая разница и ты до нее добежишь только не молотилка еще одна хватит ну или лол вот не надо было его убивать как знал так и зачем я сюда прибежал а ты можешь кинуть наконечник первый таргет да хватит до нее добегать серьезно я супер дупер серьезно сколько звезд по две звездочки боже да ну давай не кто не И ты добежал. Да как бы я мог потерять Олету в этом файте? Серьезно, что? Боже, потерять самого сильного персонажа в начале... Или... Ааа, такой дансгейм! Она же отдохнуть-то не успеет, нифига! Лоу, просто да! Смешанное единоборство. Вот по мере... Еще меряет не человеку на рожденный вару. Драк. Окей. Ну блин, ну нахера мне вот этих трех даунов дали? Проведите ткачей на стены, кричит Петр стражникам. Остальных отваживайте. Камнистраж идет за вами, словно потерявшийся щенок, распугивая дерущихся и заставляя их держаться подальше от стены. Страж Петра приводит напуганных ткачей наверх. Они присоединяются к остальным, смыкая колесо. Зефор взмывает подхваченное порывом ветра и приветствует их паря в воздухе. Тьма касается потрескавшихся стен, просочившись по краям. На другой стороне, скользая от взора, раются странные тени. Ткачи! Кричит Зефор. Давайте! Продолжение следует...